В прошлый раз мы с вами разобрались с графической подсистемой X1, сейчас ее логическое продолжение, это менеджер дисплеев. Мы будем сейчас с вами работать по теме 106.2, которая предполагает, в принципе, работать только с Lite-XDM, это менеджер дисплея, который в Ubuntu есть по умолчанию. Но, тем не менее, нужно быть в курсе о таких менеджерах дисплея, которые были всегда, давным-давно, исторически, и могут быть установлены на любые дистрибутики Linux. Это GDM, Gnome Display Manager от рабочей среды Gnome, KDM, это рабочая среда KDE и ее дисплей-менеджер, и XDM, который идет вместе с X11, их родной дисплей-менеджером. Дисплей-менеджер – это исключительно окно входа в систему, то есть он никак в дальнейшем не определяет набор программ, внешний вид рабочего стола и прочее. Это уже настройки конкретной рабочей среды. Мы сейчас будем работать именно с окном входа в систему. Итак, это 106.2, часть первая. Мы с вами разбираемся на следующем вопросе. Мы сейчас установим все три этих менеджера дисплея именно в Ubuntu. Следующий урок, следующая часть будет о том, как делать это в CentOS и, соответственно, в RedHat-системах. Мы сейчас говорим об Ubuntu и о прочих Debian-подобных операционных системах. Разберемся с тем, как выбирать вот этот вот дисплей входа в систему менеджера экрана, и как выключать эти менеджеры дисплея. При старте Ubuntu у нас с вами по умолчанию мы входим в систему через такую текстовую консоль. Это поведение нашего Ubuntu-сервера по умолчанию. Я вам сейчас показываю на Ubuntu-сервере, чтобы не насиловать обычную рабочую станцию Ubuntu, удалять с нее текущую рабочую срезу. Так вот, у нас здесь в этой Ubuntu уже установлен X11 с прошлого занятия. Если бы он был здесь не установлен, он все равно бы подцепился после следующего действия. Я сейчас хочу взять и установить дисплей менеджеры. AppGet, Install. И прямо пишу их. Gnome Display Manager, KDE Display Manager и XO Display Manager. Подчеркну еще раз, это именно менеджеры дисплеев, поэтому они не так уж и много места занимают. К слову, я, видимо, откатил снимок на то состояние, когда у меня не было X, и X-ы вот сейчас тоже будут ставиться вместе со всеми этими дисплей менеджерами, поэтому это займет много времени. Дисплей менеджеры – это только окно входа в систему. Это никакие не программы, не управление рабочим столом, не рабочая среда. Именно окно входа в систему. Говорю ему «Да», и можно, я думаю, отдыхать минут 20, пока он скачает этот гик и распакует и установит. Я даже успел побриться, пока эта штука ставилась. В конце установки она нас спрашивает. Говорит, что у нас установлено несколько дисплей менеджеров. Он видит три дисплей менеджера, которые мы установили GDM, GDM и XDM, и спрашивает, какой из них будем использовать по умолчанию. Я вам сейчас покажу, как этот диалог вызывательный потом в процессе работы. А сейчас выберем, наверное, по умолчанию первый Gnome Display Manager. Готово. Все установилось. Давайте перезагрузим наш сервер, чтобы проверить, сработала ли настройка и стало ли у нас GDM Display Manager. И вот так вот выглядит окно входа в систему у Gnome, у Display Manager Gnome. Входим. И оказываемся в обычном оконном интерфейсе. Он не имеет отношения к никакой среде, хотя это, конечно, гномовский интерфейс. Давайте я возьмем обычный Xterm, чтобы он сразу здесь болтался. Буду его запускать. Значит, когда мы запускаем с вами команду, которая выбирает, какой у нас будет использоваться в Display Manager, эта команда, по сути, просто меняет нам содержимое одного файла. Заходим в папку etc.x11. Здесь у нас настройки нашего X-сервера. Того самого, который предоставляет какой-то графический интерфейс. Здесь у нас есть файлы, мы с вами их смотрели. Очень плохо видно в этом шрифте. Но Display, Default Display Manager нам нужен. Мы можем посмотреть его содержимое. Default Display Manager. И видим то, что здесь у нас показан исполняемый файл sbin.gdm. То есть у нас запускается при входе в систему Display Manager. Об этом говорит название Default Display Manager по умолчанию gdm. Мы можем просто взять и при помощи редактора V отредактировать этот текстовый файл и написать там путь к другому Display Manager. А вообще по-хорошему для этого служит команда SuperZer.dpkg, то есть Debian Package. Утилитка от Debian родная. Реконфигу. Переконфигурируй. И мы можем указать в принципе тот же самый gdm, kdm, xdm. Не важно, она вызывает этот же диалог. Я сейчас вызову kdm. И вот то же самое окошко, которое у нас было при установке. Она спрашивает, какой будем использовать Display Manager теперь. Давайте теперь попробуем kdm поиспользуем. Нажимаю ее ОК. Проверим еще раз содержимое файла Default Display Manager. И видите, здесь был gdm. После того, как мы выполнили вот эту вот команду, у нас теперь здесь kdm. То есть Display Manager от KDE. Давайте снова сделаем ревут и проверим, как он выглядит. И вот оно, окно входа от KDE. Входим в систему. О поведении этого окна в следующем занятии, через занятие поговорим. И вот мы снова в системе. Можем точно так же запустить extern. И давайте последний выполним. Запустим реконфига. Теперь xdm посмотрим, как выглядит. Это Display Manager родной, x-овый, самый примитивный такой, самый страшный. Выберем его теперь, xdm. Убедимся, что у нас изменился Default Display Manager. Так, нам до этого нужно перейти в эту папку. Поэтому давайте я прямо здесь не укажу. ETC XA11. Видим то, что теперь этот файл содержит в себе строку UserBin.xdm. Там был S-Bin, а это в BIN лежит. Исполняем этот файл xdm. И снова делаем судори-бут. Вот оно страшное окно xdm. Входим в систему. И тут мы оказывались точно так же, как и оказывались раньше. То есть ничего такого особенного. Мы с вами научились устанавливать и выбирать между Display Manager. Как их теперь отключать, давайте поговорим. Но сейчас у нас активный xdm, поэтому мы давайте с ним сначала и разберемся. Вернем знакомыми нам командами BDM. Теперь после перезагрузки у нас, по идее, с вами Gnome станет Display Manager. Чтобы это не произошло, у нас с вами сейчас как бы несколько Display Manager. Это не типичная ситуация. Обычно выбираете один и ставите его. Я так, чтобы вам быстренько одним уроком это сделать. Все три установил, поэтому у нас и систему грузится потяжелее, и немножко все сложнее. Так вот, чтобы отключить Gnome Display Manager, нам проще всего дойти в его конфигурационный файл, который лежит в папке etc. init.gdm.com Вот этот конфигурационный файл. И в этом конфигурационном файле, в принципе, говорится следующее. Запускать наш Gnome Display Manager на всех ран-левелах, кроме 0 и 6. То есть на 0 и 6 не запускается. И останавливать его на ран-левелах 0 и 1 и 6. Ран-левел мы с вами уже проходили. Я предлагаю сказать ему, чтобы он у меня его также останавливал на втором ран-левеле. И точно так же, надеюсь сказать, чтобы он не запускал его на всех ран-левелах, кроме первого, второго и шестого. 0, 2, 6. Вот так вот. Второй ран-левел это тот уровень, на котором запускается груза застой молчей. Судо, ребут. Все произошло, как мы и хотели. У нас по умолчанию выбран Gnome Display Manager, и он не запускается, потому что у него в конфигурационном файле. В файле написано, что нет запускаться на втором уровне нашего выполнения. То же самое можно сделать с X-Display Manager. Зачем я сюда нашел? А ну сразу я нашел в конфигурационный файл кдемо. Давайте здесь сделаем то же самое. Не запускать их на 0, 2, 6. И останавливать их на 0, 1, 2, 6. Сохраняюсь. Только я не указал, что я хочу, чтобы он теперь использовался. Кдем. Говорю сейчас переспублику. И точно так же говорю сюда, ребут. После перезагрузки точно так же у нас запустился текстовый терминал, потому что кдемо установлено сейчас по умолчанию. У нас в конфигурационном файле сказано было не запускать его на 1-левеле втором. С xdm'ом все немножко посложнее, потому что в папке etc. есть у нас есть у нас кдм-конф, вот он в левом столбце снизу четвертый, и есть должен быть гдм-конф, он над ним еще через 6 позиций. И при этом нигде здесь нету xdm-конф. Поэтому, чтобы у нас... Давайте сначала выберем, значит, по умолчанию дисплей-менеджером из столба xdm. Видите, сразу создалось множество скриптов в папке etc. и там по run-level'ам куча скриптов, которые убивают и запускают xdm, в зависимости от того, какой run-level выбран. Так вот, для того, чтобы отключить xdm, нам нужно выполнить команду update, тоже от супер-юзера, update-rc, то есть обнови как раз вот эти вот скрипты в этих папках, update-rc.me, принудительно все xdm'ы удалить. И вот все то, что было создано на предыдущем шаге, когда мы создавали скрипты для того, чтобы xdm стал по умолчанию, теперь убились у нас команды update-rc и минус fxdm-remove. Пробуем перезагрузиться. И точно так же у меня запустился текстовый вход в систему. Мы с вами выяснили то, что у нас есть три стандартных архаичных дисплей-менеджера, которые уже давным-давно не используются, но LPIC просит вас знать, об их существовании. Это дисплей-менеджер от Gnome, от KDE и родной x-овый дисплей-менеджер. Мы с вами научились их устанавливать, включать и выключать.